Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы возвращаемся в американский постапокалипсис, в мир захваченный полчищами кровожадных фриков и продолжаем следить за развитием событий в истории байкера Дикона Сент-Джона в игре Days Gone. Прошлую серию мы начали с разминки на четырех гнездах фриков. Шло все практически идеально, кто же знал, что при зачистке последнего гнезда мимо будет проходить орда. Пришлось зачистить ее, но это было прям в натяжку, чуть не зачистили нашего Дикона. Далее прошлись по сюжету, Дикон показал Железному Майку огромную орду фриков и высказал свою гипотезу об их поведении и как можно с ними бороться. Для этого нужен динамит и мы вместе с Диконом и Майком отправились в город за картой местных шахт, в них должен быть тот самый динамит. Прошлись немного по заданиям Копленда и Такер, ну и напоследок зачистили еще одну орду, небольшую, но все же. Ну что ж, давайте продолжать. Я прибыл в лагерь Железного Майка, где мы с вами можем встретиться с Бухарем, да, по заданию пригодилась бы помощь навестить Бухаря. Можем сходить вот сюда, найти линчмена, да, весенний сев задание и можем сходить по заданию день рождения Ирода. Дикон выследил полевую экспедицию Нера. Но я думаю, что начнем с Бухаря, потому что как бы друг, да, плюс к тому ему не здоровится и может быть нужна какая-то действительно помощь. Давайте с него, собственно, и начнем. Как дела, брат? Дик. Вот это и, наконец. Без тебя, как без рук. Ну-ка, ложись давай. Да, мэм. Его навещать пока нельзя, а мне лишние руки нужны. Ладно, увидимся. Буду ждать. Эй, док, док, скажите, как вы думаете, я смогу играть на пианино? Очень смешно, Уильям. Ложись. Ладно. Могу и третьей рукой? Не, правда, возьму и подыграю. Ну, сам видишь, он поправляется. Лихорадка прошла. Хорошо, рад слышать. Ну, ладно, я пойду. Дикон, я уже говорила, Уильям обязан тебе жизнью. Бухарь ничем не должен, наоборот. Эй. И еще двое. Эдди и Мия бы умерли без антибиотиков. Это я так, к слову. Пригодилась бы помощь 18%. Самое начало, видимо, этого задания, этой ветки заданий. Хорошо. Вы знаете, за пять минут столько шуток про руку. Мне, говорит, пригодились бы лишняя пара рук, да? Шутки. Без тебя, говорит, как без рук. Ой, жесть. Боже мой. Боже мой. Стака обыграли этот момент прям. Хочется и смеяться, в то же время. Как-то такое, да? Доступно оружие. Оружие? Доступно оружие? Смотри, дробовик Бухаря прикольно. Похоже, ему стало лучше. И все, продолжения как бы не будет у нас, да, скорее всего, на эту тему. Так, ну хорошо, тогда давайте мы с вами вот сюда. Для работы нужен байк. Так, отлично, байк у нас есть. И мы с вами отправляемся на задание. Найти линчмена. Кстати, давайте освежим в памяти, что нужно сделать. Что за линчмен такой? Я помню, что это железный майк про него рассказывал, да? Весенний сев. Давайте посмотрим. Ну, скорее всего, нужно очередного ублюдка найти и очередного ублюдка заболеть. Можно глянуть товар. Я думаю, что сделаем это без проблем. Как говорится, и глазом не моргнем. Погнали. Погоди-ка, я сейчас. В этом плане, конечно, квестовый журнал очень неудобно сделан. Вроде бы вот все в этой игре классно, удобно и приятно, но квестовый журнал сделан крайне неудобно. Тихо, тихо, тихо. Смотри. Подощи, это плохо. Это твари быстрые. Ну, лезь уже. Нам нужен живым. Живым? Да ну, это еще зачем? Он сбежал с двумя мешками семян, Дик. Нам нужны эти семена. А, черт. Надо узнать, продал он добычу или припрятал. Да уж, подкинула ты мне, работенку. Ладно, я его найду. Конец связи. Так, хорошо. Скорее всего, сейчас мы с вами будем отбиваться какое-то время от фриков, потому что за мотоциклом они по-любому увяжутся, твари. Но ничего, отобьемся. Давайте навесим глушители, потому что сейчас вот эти вот клыкачи выскочили ниоткуда. И я что-то, честно говоря, маленько того. А здесь у нас нет глушителя, хотя только что я его вроде бы купил. Такое было. Но почему-то... Да, почему-то не высвечивается. Ну ладно, наплевать. Погнали здесь посмотрим, что тут. Что нам нужно найти. Во-первых, нам пригодится вот это. Однозначно. Ну, мачете мне как-то в меньшей степени нужна. Я думаю, что не в ней здесь дело, как говорится, да? Тряпочка. Найти линчмена. Ладно. Где? Все, не уйдешь. А, черт, вот он. Угу, понятно, погнали. Ну все, линч, хватит уже! Нет-нет, от меня не уйдешь. Я не вернусь! Иди туда нахер! Нет-нет, стрелять в него нельзя. Совсем байк. Слава богу. От меня ведь не скроешься! Отвори уже! Слышишь меня? Черт, патронов мало. Ух, как же так, линчмен? Тебя что, плохо кормили в лагере? Пошел ты! Думал, просто убьешь пару человек и смоешься с нашим добром? Плевать, что куча людей умрет с голоду. Ты свое взял, и ладно? Отвали от меня, мразь! Эй, послушай меня. Рикки пошлет за тобой людей. Ты расскажешь им, где спрятал зерно, и может, они тебя просто пристрелят, а не повесят, к примеру. Как тебе такой расклад? Я вообще без понятия, о чем ты! Ну ладно, дело твое. Так, отлично. Догнали. Ублюдка, повязали. Дальше железный майк, пусть с ним сам разбирается. Хорошо. Если ты убийца, или еще хуже, а мне заплатят за твою голову, это значит, ты уже труп, только пока не знаешь об этом. Но если это подробности по заданию, то так себе подробности. Я его поймал. Отправлю координаты. Пришли кого-нибудь, пусть заберут. Так, секунду, что у нас здесь в округе? Вроде бы здесь мы с вами все обкатали, да? У нас есть вариант вот сюда доехать. Скорее всего, мы сейчас так и сделаем. Сразу же сюда отправимся. Не бросай меня здесь! Нет, нет, я их не видел. Ты меня так у нас прыгни! Ладно, мы им займемся. Конец связи. Так, я единственное бы посетил, наверное, вот это место, вот этот сарайчик, да, как бы к нему подъехать, так. Но придется, наверное, проехать через лагерь. А если проезжать через лагерь, то мы можем затариться патронами, да? Давайте, наверное, так и сделаем. Потому что неизвестно, куда мы сейчас отправимся и что мы сейчас увидим. Давайте все же через лагерь прокатимся. Так, а где тут заезд в этот лагерь? А, вот он, мост. Все, вижу, хорошо. Там кто-то у ворот. Открывайте, ему можно. Привет. Привет, сейчас мы пополним боекомплект и отправимся с вами в путь дорогу. Вот смотрите, нет места, да, но почему-то... Пожалуйста. Странно. Я сейчас, когда готовился к серии, к началу серии, я вроде все закупил. Но, видимо, наверное, что-то нет. Не дожал, может быть, кнопочку не успел купить. А что у нас по горючке? Смотрим. 63 процента. Ну, теоретически, нам хватит точно доехать туда. А там, глядишь, может, где-нибудь канистру найдем, если прям вот совсем будет голяк у нас с горючкой, да? Так, давайте тогда вот что сделаем. Нет, нет, а вот это. Оп, наденем глушитель. А, кстати, еще хотел, знаете, чтобы смотреть, что у меня по навыкам. Доступны ли мне очки навыков? Да, одно доступно, и это здорово. Взять насквозь, либо же, либо же пройтись дальше у нас с вами вот сюда. Передышка, да? То есть нам нужно взять два с вами навыка, чтобы у нас открылся следующий тир. Дополнительный выброс адреналина при малом запасе здоровья. Блин, полезная тема. Удвоенный эффект лома при ремонте байка. А, удвоение эффективности лома. Понятно. Увеличение максимального количества сырья, ловушек, материальных предметов, которые вы можете носить с собой. Блин, прикольно. Вот это, конечно, классная тема. Вот это прям вообще классная штука. Вот эти вот две бы я вкачал бы. Не знаю, как у нас быстро будет идти дальнейшая прокачка, но вот эти пару штук я бы взял. Но давайте пока возьмем насквозь вот эту вещь. Мне кажется, это полезная штука. Да. Возьмем ее, пускай будет. Лишней точно не будет, особенно при расстреле Орды. Мне кажется, это то, что нужно. А дальше пойдем в ветку выживания качаться. Ну что, поехали, наверное. Спасибо, что заглянул. А, нам в итоге в эту сторону ехать. Хорошо, поехали в эту сторону. И давай, Дикон, жми. Классно. Я думаю, что, наверное, у нас время суток сейчас подстроится под задание. Я почему-то в этом даже уверен. Потому как... Скорее всего, мы там будем днем, наверное, копошиться, да? Смотри. Это эпическая битва. Это реально эпическая битва. Черт возьми. Кто кого интересно. А мы заберем трофеи. Слушайте, такое нечасто увидишь, да? Два сильнейших противника игры. Смотри, Эдди сказала, не может больше терпеть мое нытье. Да, это в ее духе. Как рука? Ну как, 50 на 50. Извини, амбутанский юм. Но если себя поздно оботверишь, я как будто до сих пор ее чувствую. Смотри, он победил. Видишь, жизнь какая. Да, да, Эдди так и сказала. Даршивая ты. Я чувствую боль в суставах. Как после долгой поездки, когда рука не имеет. Хочу размять мотор. Доброе, я выйду. Это огород простуды. Опять работа с полеутоляющей, которую я этим не даю. До связи. До связи. Так, слушайте, вот это эпическая битва, да? Смотри, давай зажжем. Эй, а почему? А, смотри, я не то швырнул. Шесть какая. Почему ты кинул эту штуку? На, лови! На, лови, тварь поганая. Давай. Сдохни, тварь, просто сдохни. Ну что, друзья, надеюсь, я вас порадовал. Потому что в прошлый раз, конечно, битва прошла куда проще. Куда проще. Но сейчас вы видели все сами. Без единого урона я эту тварь положил. Конечно, он был подкоцанный медведем. Но думаю, что не критично. Потому что Миша, походу, у него... Точнее, проиграл ему очень быстро. Хотел сказать другую фразу. Точнее, подумал. Ну ладно. Не будем, не будем хамить. Не будем такие фразочки употреблять. Хорошо. Так, смотрите, а что у нас здесь? Интересно. Да, наверное, дети, да, здесь, скорее всего. Блин. Это мне нужно. Слушайте, ну это мега эпичная битва на самом деле. Ради даже одного этого эпизода я согласен был. Просто, я не знаю, потерять половину серии. Это мега эпичная битва. Пулемет, конечно, просто имба. Нереальная имба. Что он творит, безумный пулемет, это жесть. Хочу, на самом деле, кстати, еще ягодки собирать. Потому что, что-то мне кажется, что они мне очень нужны. Вот эти вот стимуляторы делать, которые мы с вами применяем, когда от Орды убегаем. Давайте, кстати, посмотрим. Можем ли мы сейчас с вами сделать немножко стимулятора в себе, да? Можем. Можем, отлично. Можем даже сделать много. Даже полностью сделать, да? Прекрасно, прекрасно. Слушайте, это отлично. Мы, наверное, больше с вами не будем продавать ничего такого. Будем это все дело беречь. Слушайте, я прям вообще на каком-то диком подъеме после этой схватки нахожусь. Во-первых, сам бой Медведя и этого танка, да? Это само по себе явление очень классное. Я думаю, что это нечастое явление. Но это очень круто выглядело. Плюс к тому дальнейший бой, да? Мы один раз его взорвали. Один раз его подожгли. Слушайте, ну это мега круто на самом деле. Я прям балдею. А у нас есть знак вопроса. Давайте ворвемся прям на характере. Вот так вот сходу влетаем и смотрим, что там происходит. Что тут произошло? Осталось тут после них хоть что-нибудь стоящее. Здесь кто-то есть. Есть! Так, а там фрики, скорее всего. Слушайте, ну это место мы с вами видели и знаем. Но зачем оно подсвечено? Что-то как-то не очень понятно на самом деле. Ну как бы подсветили и ладно, спасибо, но... Так себе. Сраные фрики, горите! Спокойной ночи. Так, красиво. Очередной раз зашли в этот домик. Уже бывали здесь однажды. Неплохо отработали. Прям вообще идеально все. Подожгли бы всех, конечно, было бы еще круче. Но ладно, не получилось и черт с ним. Давайте ягодку заберем. Штука полезная. Причем две ягодки забирают. Это, кстати, тоже очень хорошо. Так, что касаемо дальше. Что еще здесь можно найти? Давайте вот сюда забредем, посмотрим. Может быть, где-то патрончики имеются? Ну, что-то как-то нет, наверное, да? Ничего такого нет. А, кстати, мы же здесь орду брали, да? Да, мы здесь орду брали. Я думаю, что новая вряд ли, наверное, появилась. Напишите в комментариях, кстати, появляются ли орды. Они респятся, либо же остаются навсегда. Уничтоженными и уже более не появляются. Так, смотрите, вот это нам пригодится, да, для изготовления манка. Это очень круто. Здесь что? Ничего. Ну, красиво ворвались так-то. Ничего не скажешь. Как тебе? Там еще один знак вопроса. Давайте попробуем до него доехать. Нам все равно плюс-минус туда нужно. Неплохо бы еще, конечно, полицейскую тачку найти. Это бы было то, что надо. Патрончики пополнить, потому что сейчас изрядно растрепали. Если вдруг намечается перестрелка, то можем, как говорится, не затащить. Так, а там, наверное, люди, да? Да, там люди. Сейчас будем сражаться с ними. Давай-давай-давай, Дикон, быстрее, быстрее. Подожди, ты плохой, нет? Ты хороший? Ты хороший, братан, прости. Прости. Мне нужна помощь! Прости, друг, я напырял там тебе вообще просто ни за что. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо. Эй, слушай. Водища тебя загрызут. Я знаю один лагерь. Нет, нет. Где? Где? Я пойду. Так, давайте мы в железного майка, да? Отдаем. Пока да. Пока туда. Эдик Лос-Лейк, спроси Рикки Потил. Она тебя впустит. Спасибо большое. Я думал, что тут и умру. Да, скажи, это был Дикон Сент-Джон. Жесть. Братан, я тоже так думал. Просто держись подальше от дороги. Я тоже так думал, потому что вообще не поймешь в этом замесе, кто есть, кто там. Раздаешь направо-налево, хоть бы они подсвечены как-то были. Метка появилась, но слишком поздно уже, слишком поздно. Мы уже напыряли ему там изрядно. Жесть. Братан, прости. Надеюсь, ты залечишь свои раны. Хотя мне показалось на секунду, что они как-то вроде как бессмертные, что ли. Я не знаю. Потому что столько, сколько я в него попал, уже он должен был сдохнуть, по-хорошему. Но он жив-живехоник, и дальше бежит еще. Давай, забирай. Вон, поехали. Поехали, поехали. Дикон, Дикон, быстрее. Время не ждет. Кстати, а здесь у нас еще, друзья, если вы помните, где-то недобитая орда осталась, да? Есть такое дело. Полутаем пацанов, потому что... Вот, коктейль Молотова, например, уже не надо делать. Повредить, да? Подожди, а как там? Повредить. Интересно, а как это происходит? Давайте посмотрим. Что будет в итоге? А-а-а, вот как. Он лом снимает с них. Блин, слушай, это классно. Я потому что таких фишек... Ну, не то чтобы не знал, но приятно всегда найти какие-то дополнительные такие источники лома. Теперь я знаю, что можно из вражеских мотоциклов пополнять. Хорошо. А что у нас? 29 процентов. А вот это на самом деле плохо, друзья. Вот это на самом деле плохо. Надо бы нам поискать канистру где-то. Здесь недалеко есть заправка. А-а-а, блин. Ну ладно, давайте на задание, а там дальше посмотрим, как дело пойдет. Как-то задание, видимо, наложилось, да, сейчас друг на друга. Но мы по-другому, по-моему, не по заданию реки идем, по сюжетному. О, Брайан, я возле маяка, у того, что рядом с Кэмп Роук. Намат, то есть, Сент-Джон, понял? Зачем я здесь? Сейчас туда прибудет вертолет. Будь готов. Отбой. Э-э-э, ну ладно, жду. Сент-Джон, они должны быть на месте. Ты их видишь? Да, их трудно не заметить. Что от меня требуется? Подберись к специалисту. Тебе нужно держаться рядом, иначе я не смогу перехватить данные. Ладно, я понял. Сообщите, как зачистить его. И на этот раз надо будет установить маячок на вертушку. Садь весь секрет. На вертолет. Я знаю, что такое вертушка. Надеюсь, у тебя есть сведения для меня? Этим занимается надежный человек, так что скоро будут. Хорошо, мы скачаем данные, как только ты подойдешь поближе. Отбой. Что же вы, ребята, здесь забыли? Все спокойно. Решили сделать штанетку, типа, подсотвразиться на всякий случай. Ну что там? Там же написано, бензин. Так, надо прикрепить к вертолету маячок. Давайте, валите отсюда. Все нормально? Не попадаться на глаза. Я... Жрать уж охота. Ага, точно. Вот так. У Брайан я поставил маячок. Проверь там у себя. Который час? Принято. Подожди. Да, есть сигнал четкий. Конец связи. Да, не стоит благодарности. Сегодня вообще не мой наряд. Жаннусь о командире, а я не твой командир. Только сейчас не заболеть. Так, хорошо. Вроде бы мы с вами неплохо укрепились здесь, да? Поставили маячок достаточно быстро. Сейчас нужно подойти к ученому. Вот этот щелчкаец так и будет чекаться. Я думаю, он не уйдет никуда отсюда. Но мы можем его отманить. Вот так раз. Все, поехали. Вот сюда идем. Что интересно, вот в этих кат-сценах, да, ну точнее не кат-сценах, а в миссиях, вот в этих, да, никогда не бывает фриков. По сюжету они здесь не заложены, не прописаны. Но это, кстати, не очень логично так-то, да? По идее, здесь должны быть фрики, как или иначе. А вот и он. Заметка номер 2060. Мы завершили осмотр 24 гнездовий, в том числе в Мариан Форкс, на кладбище Пайонир, на лесозаготовительной базе у шоссе Каскейт, на стоянке грузовиков на Аутбеллнапроуд. Как она называлась? Крэйзи Уиллис. Ну да, там типа заманиловка была для туристов. Пока зуха картонная. В общем, Крэйзи Уиллис, к югу от Беллнапкрейдер. У меня вопрос, дом. Да, задавай, я же ничем не занята. Гнезда. Зачем они их строят? Мы не знаем. Почему они строят их именно в зданиях, постройках, хижинах? И всем таком. У нас есть теория, что... Мы никогда не находим их там, где бы их построили дикие звери. На деревьях или в лесу. Только в домах. Ты закончил? Извините. У ребят из лаборатории есть теория. И когда они будут готовы ее обсудить, они сразу прибегут к тебе в глаза. Да я просто спросил. Я тоже всякое подмечаю. Я вообще-то не всю жизнь был солдатом. Я могу продолжить? Да. К югу от Белнап Крейдер. Некоторые области Белнапа не были исследованы вследствие того, что рядом с гнездами были людские поселения. Так, что-то неудобно на самом деле как-то получается, да? Да. Блин. И задание сейчас зафейлится. Короче, короче. Надо как-то нам по-другому это все дело сейчас провернуть. Потому что по улице идти не вариант. Они там палят. Я думаю, что спалят по-любому. Как вариант, конечно, можно сверху попробовать, да? Давайте, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Может, что-нибудь и выгорит у нас сейчас. Так, хорошо, прошли. Обошлись без камней даже. Ладно, давайте повторим наш поход. Вот, я не знаю, есть ли смысл пытаться залезать наверх. Может быть, нужно пытаться идти вместе с ученым, да? Как только она начинает движение. И нам тоже нужно... А, жесть, быстрее в куст. Нам тоже нужно начинать движение, возможно. Вы это слышали? Что-то как-то сейчас на волосок был прям ломанул ко мне вкус зачем-то, непонятно. Я вот только боюсь, что если вдруг нам придется спускаться, мы не сможем успеть. Так, самочувствие. А вот и он. Заметка номер 2060. Мы завершили осмотр 24 гнездовий. В том числе в Мариан Форкс, на кладбище Пайонир, на лесозаготовительной базе у шоссе Каскейт, на стоянке грузовиков на Аутбеллнапроуд. Как она называлась? Крэйзи Уиллис. Ну да, там типа заманиловка была для туристов. Показуха картонная. В общем, Крэйзи Уиллис. Кьюготбеллнапгрейдер. У меня вопрос, дом. Да, задавай, я же ничем не занята. Гнезда. Зачем они их строят? Мы не знаем. Почему они строят их именно в зданиях, постройках, хижинах и всем таком? У нас есть теория, что... Мы никогда не находим их там, где мы построили дикие звери. На деревьях или в лесу, только в домах. Ты закончил? Извините. У ребят из лаборатории есть теория. И когда они будут готовы ее обсудить, они сразу прибегут к тебе в казар. Да я просто спросил. Я тоже всякое подмечаю. Я вообще-то не всю жизнь был солдатом. Я могу продолжить? Да. К югу от Беллнапгрейдер. Некоторые области Беллнапа не были исследованы вследствие того, что рядом с гнездами были людские поселения. В частности, большой лагерь на... На курорте Соломея. А... А, да. Соломея. На празднование же дни рождения мира, да, она плясала перед собранием. И он, всклятывая, обещал дать ей, чего она не попросит. Она сказала, дай мне голову Иона Крестителя, и обечалился царь. Ну и название выбрали. Да уж. Опять же, по некоторым вещам из прежнего мира я не скучаю. Все, скачалось. Да. Библия? Они теперь что, цитируют Библию? Хорошо, наверное. Летаешь себе спокойно. Еще есть время почитать. Господи, убраем. Есть. Так, теперь надо отсюда забраться. А каменя не засекли. Сегодня вообще не мой наряд. Жалуйся, командир. А я не твой командир. Я... Там какой-то шум. Так, хорошо. Вроде бы справились, да? Это тянется уже целую вечность. Походу, ты не знаешь, что такое вечность. Сегодня вообще был не мой наряд. Вечно ты жалуешься. Вы это слышали? Так, а зачем нам, по сути, в эту сторону? Мы же можем в другую пойти, к хорошему. Нам же нужно к байку добраться, да? Что-то как-то эта сторона поопаснее выглядит. Их тут гораздо больше, чем, по-моему, с этой стороны. С этой как раз-таки все куда проще. Да, здесь, смотрите, вообще никого нет. Как-то вот сейчас особо нечего было комментировать. Момент напряженный. Нужно следить еще за радиусом прослушивания ученого, да? И как бы хочется еще повникать немножко вот в эти вот все диалоги, о чем они рассказывают. День рождения Ирода. Хорошо. Хорошо. 65%. Привет, Рикки. Ты кого-нибудь за ним послала? Ага. Он внезапно стал очень сговорчивым. Видать, наши ребята подоспели к нему как раз перед фриками и предложили, расскажи, где зерно или оставайся тут. Да уж, странно. Знаешь, я бросил бы его гнить там. Ну, сам знаешь, что железный Майк сказал бы. Да-да-да, знаю. Пока, Рикки. Так, хорошо, какой-то очередной диалог. Ганистра. Непонятно, что это такое. То ли задание, то ли что. Вот так. Ну, у нас с вами есть задачка одна, амбициозная. Где-то здесь... О, Брайан. О, Брайан, ты меня слышишь? Я сейчас не могу говорить. Буду на этом канале позже. Конец связи. О, Брайан. Ну, ты сволочь. Мне надоело быть у тебя на побегушках. Так, значит, смотрите, друзья. Где-то здесь шастает Орда, на самом деле. Наша недобитая Орда. Недобитая из прошлых серий. Дик, говорят, ты выследил Деррика Линча. Да, Майк, я его нашел. Спасибо, что не убил его. Мы проведем разбирательство. У него будет шанс рассказать, как все было. Ага, очень мило. Жаль, у Гэмббела и Рида такого шанса не будет. Ничего, там будет кому за них высказаться. И у нас есть свидетели. Мы всегда так поступаем, Дик. Дайте его мне, и через пять минут получите признание. Спасибо. Мы лучше сами. Конец связи. Так, вот они, да? Ну, может быть, эти, может, не эти, но нет, наверное. Слушайте, два раза я в башку попал, да? Но оба раза, ну, как-то очень-очень в притирочку пошло там. Рядом с головой, ничего особенного. Мишка, 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 родненький. Нет, ну, только не ты. Жесть. Только не ты, дружок. Блин, как неохота-то с тобой закусываться. Чтоб ты только знал, друг мой, косолапый. Блин, да ладно. А можно разве не попасть? Разве можно не попасть? Так, хорошо, хорошо. Сегодня мне везет на танков, на самом деле. А ты где? Класс. Это класс. Это пять просто. Ничего себе, Дикон там с такой дурью просто. Как дал уж полетел. В небеса. Так, я на самом деле хочу вот этот лагерь изучить, но мне, черт возьми, не дают этого сделать. То медведи, то фрики, твари лезут. Пошел вон. Все, отвалили все. Дайте я это самое. С медведей я вроде срезал, да, что хотел. Еще немножко здесь полазить. Вот, как минимум вот за этим. Навозник. Гриб-навозник. Есть жук-навозник, а есть гриб-навозник. Так, о, вещь. Вещь, однако, вот эта вещь. Ну и в принципе все, что ли? Ну как-то такое, да. Ладно, ладно. Решил я тут все-таки скатануться, поискать где-то эту... Орду? Что-то у меня такое чувство, что я ее слышу на самом деле. Что-то вот есть какое-то такое смутное ощущение, что я ее слышу. У меня, правда, патронов нет нисколько, скорее всего. Ну в кофрах только лежит. Давайте проедемся вот здесь немного. Так, ладно. Походу не найдем. Мы, наверное, сейчас так вот наобум катаясь где-то Орду. Если только случайно как-то на нее выйдем. Так что давайте мы, наверное, что? Давайте смотреть, куда нам нужно. Нужно нам вернуться вот сюда, скорее всего, да? Во время боя невозможный быстрый переход, да? Давайте попробуем куда-то отъехать подальше. Хотя, в принципе, тут ехать-то не так уж и далеко, да? Может быть, сейчас можно? Попробуем. Да, блин. Короче. Получил? Получил? Еще получше. Это волчки или кто это? Или клыкачи? А, нет, это клыкачи. Ну, к черту. Пошел вон, урод. Так, обошлось. Обошлось. Ладно, поехали, поехали. Так или иначе, мы сейчас тут ночью особо не телепортируемся, не сможем. А так, может быть, Орду найдем. Если повезет. В принципе, не так уж и далеко. Осталось 400 метров на мотоцикле, это несколько секунд коду. Смотри, вот он, да? Тихо, тихо, тихо. Ты что, обалдел? Нет, нет, нет. Я пока не готов. А давайте мы его в лагерь заманим сейчас. Пусть с ним разбираются. Сейчас, сейчас, сейчас будет плохо дело. Декан, брат, выруливай. О, друзья, сейчас будет что-то. И все? Пацаны, дайте мне такой пулемет, пожалуйста. Одна очередь готова. Срубил. Так, значит, по какому мы заданию с вами сейчас идем? Давайте посмотрим. Поехать на север с Рики, есть дело. Хорошо, только давайте мы, наверное, сейчас как-то мимо Рики проскочим, чтобы пополнить боекомплект и заправить байки, если это требуется. Мы сможем как-то так это все красиво сейчас сделать? Ну, по идее, да, потому что нам в другое место нужно. Рики-то сама, вот она. Доступная работа. Хорошо. Здорово, как жизнь? Нет, мне кажется, что нам не с Рики сейчас. Точнее, по вот этой желтой метке, по-моему, это не Рики, мне кажется. Ну да, ладно. Пойдем-ка мы сейчас затаримся патронами. По идее, вот если сейчас сюда сдам наши уши, ну, в смысле, не наши, а их уши, то это самое, то у нас будет... Да, вот это дело. Второй уровень, я думаю. Ага, ладно. Ага. Отлично. Так, все, взяли, хорошо. Ну ладно. Давайте к Рике, наверное, сперва. Мне кажется, все-таки это разное задание, просто в кучу здесь все понаслоилось. Скорее всего, у Рики одни квесты, а туда это что-то другое, я думаю. Дик, приехали какие-то люди, обстреляли ворота, мы их не пустили, они уехали. Дерьмо. В какую сторону? Они поехали на запад, но не очень далеко. Устроили лагерь к северу от Иденхилл. И я думаю, что они еще вернутся. Прошу тебя, разберись. Ага, ладно, да, я займусь. Спасибо, Дик. Так, хорошо, еще одно задание созванется, это всегда здорово. Дикан, 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 поехали. Можно глянуть товар. Все, давайте сейчас сперва на желтую метку, а дальше решим. Задание от Рики никуда не денется, в любом случае мы его сделаем, но попозже. Эй, у меня для тебя дело. У тебя дело для меня? Да. К западу от моста у берега лежат дохлые фриканы, так вот их надо оттуда выудить и оттащить кострам. Ясно? Дохлые фриканы? Да. Нет, ты извини, я занят. Эй, я поручил тебе дело. Не знаю, что там Майк тебе наговорил, но у нас тут принято работать. Эй, 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 эй. Шиза, работу он уже получил. Так, ты тут вообще ни при чем. Так решил железный Майк. Я еду в водище, и Дик едет со мной. Ясно? Я же говорил, я занят. Возвращайся, я буду ждать. Поехали? Куда? Тебе не пофиг. Куда ты меня ведешь? На север. Рики, у меня реально нет времени ни на Шиза, ни на тебя. Я тебе все покажу. Майк рассказал про твой план. Какой нахрен план? Ты хочешь замуровать входы в пещеры, чтобы остановить орды. Не факт, что их это остановит. Может, замедлит. Слушай, ты к чему ведешь-то? Да так. Я просто подумала, может, ты решил остаться. Я имею в виду не из-за бухаря, а потому что хочешь помочь. Ты так подумала? Эй, и я в свое время за припасами гонял. Да, но этим все и ограничивалось. Даже не спорь. А теперь ты помогаешь Майку замуровать пещеры? Как мне на это реагировать? А в чем, собственно, проблема? А как тебе на это реагировать? А кто ты такая, простите? Чтобы ты на это как-то реагировала? Можешь реагировать никак или сказать, ой, все, например. Какие-то вот все диалоги здесь какие-то прям борзые. Это непонятно. Тычат друг друга пальцами. У нас погиб человек, когда этот генератор отрубился. А с ним и аппарат искусственного дыхания. Искусственного дыхания, охренеть. Народ, опомнитесь. Кто не в состоянии сам дышать, тот уже сдох. А был бы это бухарь? Ну да, я так и думала. Короче так, электричества у нас нет почти два года, но трансформаторы целы и линии тоже. По крайней мере здесь. Я хочу поехать на север к электростанции, ну просто посмотреть, в чем там проблема. Ну так и не кшиза, и попроси себе охранника. Да не нужен мне охранник. Ты жил в тех местах, хорошо там ориентируешься. Ты ведь просил меня помочь, так? Теперь помоги мне. Черт. Вот и хорошо. Пойду возьму еще парня. Нет, без парней. Мы действуем тихо. Нарвемся на людей Коупленда, я договорюсь. Но в тех краях полным-полно упокоителей, ну и прочей всякой шушеры. Большой отряд привлечет ненужное внимание. Нет, тихо. Руководить здесь буду я. Черт. Ладно, поехали. Слушай, хочу тебя спросить. Той ночи в лазарете... Прострелила бы я тебе башку? Нет. Правда? Судя по твоему взгляду, ты... Вывела бы наружу, а там бы уже стреляла. А, то есть ты просто не хотела бы забрызгать там все кровью? Ага, именно. Начнем пораньше, успеем вернуться засветло. Если только ничего не случится. Что может случиться? Ну, веди. Следуй по маршруту, который я отметил на карте. Там будут лагеря мародеров. Их лучше объехать. Ага, поняла. А как ты здесь очутилась? Я никогда не спрашивал. Так же, как и все. Когда пошел замес, я была в сотни миль от дома. Когда я вернулась, там уже никого не было. Откуда ты рода? Я выросла недалеко от Портленда. Работала в городе, ночевала у друзей. На выходные домой. Жизнь в мегаполисе. На таком, по меркам Орегона. И как там все было? В смысле, как ты оттуда выбралась? Не знаю, повезло, наверное. Все дороги на побережье были забиты. Одна большая парковка. В Вилавит Вэлли была бойня. Все случилось так быстро. Я сказала друзьям, надо уходить. Но они вряд ли послушали. Туда вроде сбросили атомную бомбу. На Портленд? Ну, я тоже слышала. Сомневаюсь, что это правда. Мы бы заметили последствия. Да, так вы с Эдди... А ты против? Я? Да нет, я просто не знал. Мы ведь сколько уже знакомы. Видимо, просто не заходил разговор на эту тему. Я была как ты. Мне казалось... Не знаю. Что лучше держать дистанцию? Так проще выживать. Слушай, я вообще зря спросил. Это не мое дело. Поэтому я и подалась в лагерь. Это шанс снова пожить нормальной жизнью. Ну, желаю удачи. У нас с Эдди ничего серьезного. А так и не скажешь. Ну, теперь жизнь движется быстро. Понимаешь, о чем я? Мне все равно. Хотел сказать кое-что. Валяй. Я признателен тебе за то, что ты за нас поручилась. Ну, с Бухарем. В смысле, перед Майком. Ого! Что-то ты размяк. Иди ты. Спасибо, я тебя еще не слышала. Ну, может, раньше и не было повода. Ну-ну. Слушай, а куда вы с Майком ездили? А он что, разве тебе и не рассказал? Без него слова не вытянешь. Я Майка давно знаю. И никогда не видела его таким... Как сказать? Подавленным. Так куда вы ездили? В Кэмп Шерман. Там же теперь фрик-шоу. Да, но у нас не было выбора. Я предложил ему замуровать входы в пещеры, чтобы орды не могли пройти. Он знал, где горноотводная контора. Мы взяли там карты. Он выяснит, где хранится взрывчатка. У тебя рация сбоит. Мне послышалось, что ты вызвался помочь. Ну, я же поехал с тобой. О, господи. Ты просто не хотел уйти на болото. Ладно, раскусила. Так что случилось? Было ведь что-то. Ничего, ничего не случилось. Он ничего не сказал? Короче, ничего не случилось. И Майк ничего не сказал. Сама говорила. Из него лишний раз слова не вытянешь. Мы подъезжаем. У ворот сбавь скорость. Мы не знаем, кто там живет или что. Похоже, чисто. А ты ожидал проблем? Я их всегда ожидаю. Если они будут, нам крышка. Ладно, идем. Хочу проверить выходной поток. Куда ты идешь? Сюда. Да по-любому здесь что-то будет. Не может быть тут все спокойно. Контиарда наверняка тут сидит где-то. О, нет-нет-нет. Так не должно быть. Воды должно вытекать больше. Отсюда. Да? Да, а еще слышишь? Что? Что? Вот именно. Если бы турбины работали, даже отсюда было бы слышно гудение. Ммм. Ах. Что произошло? Что? А. Да, то же, что со всеми мостами. Умные люди в военной форме решили, что если взорвать их, орды не смогут пройти. А, орды беженцев или орды фриков? Ну, для таких как Коупленд. Что те, что другие. Ладно, пойдем. Надо кое-что глянуть. По сути, идеальная игра для летсплейщиков вроде меня, потому что практически не нужно ничего комментировать. Ничего говорить. Но обилие полицейских тачек здесь неспроста для пополнения, конечно же, боекомплекта. Вон они сидят уже, твари мелкие. Ох, здесь их немало, черт возьми. Тут штуки 4-5 на этой крыше, и там, по-моему, два, да? Да. Идем. Нам сюда. Надо подняться на самый верх. Ну, веди. Видишь трубы? Это напорный водовод. Вода из хранилища под напором стекает вниз по этим трубам. А дальше вся мощь потока поступает непосредственно на лопасти турбин. Откуда ты все это знаешь? У меня два старших брата все время возились с машинами вместе с папой. Он устроил меня в Боинг, когда мне было 17. Я училась на заочном, хотела стать инженером-механиком, а потом началось это. Ты их больше не видела? Отца, братьев? Нет. Давай, пошли. Так, сейчас разберемся. Ну, будет весело. И что теперь? Так, погоди, а что ты делаешь? Мы не так давно общаемся, но за все это время ты ни разу не вызвался что-то сделать. А кто-то должен прочистить отверстие. И? Это я. А ты можешь постоять и посмотреть. Ну, ладно. Короче, погнали. Да, тут все загажено. Но я, наверное, смогу очистить. Ты сбегай вниз к турбине. Посмотри, она хоть вибрирует? Вибрирует, не волнуйся. Девушка раздевается и просит тебя очистить отверстие, да? Ладно, друзья, не будем продолжать. Эти чертовы многоступенчатые шутки. Достань пистолет, Дикон, ты запарил. Достань. Не достается, друзья, ничего. Не махается ничем, ничего не достается. Ничего. Так, стоп. Есть движение. Да, сработало. Интересно, а что она там делает под водой? Швили Ракень таскает там машины, отодвигает. Я не знаю. Ха-ха-ха-ха. Ты чуешь вибрацию? Да, но электричество все равно нет. Что? Ну вот, а я хотела легко отделаться. Ладно, проверим трансформаторы. Ну, это как бы логично. А твой отец и братья, что с ними стало? Не знаю. Когда я ехала домой, я много раз им набирала. Все время было занято. Когда я добралась до дома, никого не было. Как и во всем квартале. Везде были листовки, приказ об эвакуации. Я поехала в ближайший лагерь беженцев, но его разгромили. Все погибли. Там повсюду были фрики. Рикки, я... я сочувствую. Ну, это было давно. Ну, вот эти подают ток на линии, идущие на нем. Есть идеи, в чем проблема? Не-а, без понятия. Ладно. Ну, может, в распределительных щитках что-то коротнуло. Пошли посмотрим. Ага. Ладно. А чем тебя допек Шиза? Ты ему прям будто в глотку готова вцепиться. Мы тут как-то с Эдди застукали его за окном хижины, когда мы мылись. Что? Он подглядывает? Сказала, еще раз поймаю. Я ему докажу, что у меня ствол больше. Господи. Знаешь, раз там была Эдди, он, скорее всего, пялился не на тебя. Еле удержала. Она хотела его кастрировать. У-у-у. Не зли женщину, у которой всегда под рукой скальпель. Эй, подсади меня. Ладно. Давай. Ладно. Я открыла ворота. Пойдем. Щиток должен быть здесь, рядом. О, Господи. Что это за вонь? Гнезда фриков. Судя по запаху, их тут много. Держись рядом. Сколько у тебя молотовых? Достаточно. Так. Помнишь, как делаем? Ты поджигаешь, я их выношу. Давно это было. Но я помню. Зажигай. Вот они. Вот они. Ага. Готовы. так хотя бы пушки заберем это хорошо вот здесь я вижу штуку для манка возьмем что у нас здесь канистрочка тоже возьмем вообще на самом деле пошариться было бы неплохо но давайте идти дальше по сюжету о блин 27 а жалко мин не стоило брать наверное сейчас стоило бы попозже зажжем вот они а ох живая да эти ребята совсем не любят гостей их можно понять ну пусть привыкают сегодняшнего дня это собственность лагеря лосла власть народа проверим распределительные щиты и валим ну все ты готов ага ладно есть хьюстон у нас есть ток неплохо все благодаря тебе так теперь надо чем-то подпереть дверь не очень-то мне хотелось бы таскаться сюда каждый месяц через месяц ты еще не свалишь что нет не знаю да я просто прикалываюсь почему ты спросил про моего отца и братьев не знаю ты просто никогда раньше о них не говорила и я слушай извини если я тебя если ты не хотела затрагивать эту тему а реки реки не сейчас спросишь потом давай не будем время терять так стоп немножко не туда пошел как я понимаю да нам нужно вот сюда скорее всего а подожди а где это а вот вот сюда да но вы знаете что странно они разве не думают что вот эта электростанция сейчас гидроэлектростанция это будет ходячий гигантский очень не ходячий а стоячий гигантский монок для фриков это как-то странно если честно она же по идее шумит привлекает наверняка фриков я думаю своим шумом не спросил почему я свалила от вас с бухарем что должен был я так и знал майк мозги запудрил рикки вот это надо делать сейчас мы держались вместе сколько пару месяцев ладно короче однажды ночью я хорошо это помню нашел снег и в общем бухарь храпел ну ты знаешь как он храпит я боялась он приманит к нам ну да храпит он знатно в общем ты думал что все спят и как всегда сидел снаружи в одиночестве и на что-то смотрел ты всю ночь не спал покажи мне фотку пожалуйста тогда я поняла и что ты поняла что я не хочу вот так как многие из нас не хочу жить прошлым или бежать от него я лично я хочу смотреть вперед вперед а не назад ни хрена ты не понял ясно ни хрена ты не поняла ясно ясно это точно они это было гениально может повторюсь просто ну твари держись держи сейчас все не уходи не уходи я тоже драться умею да как остальные лагерные 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 иди ты что-то вы далековато от дома забрались гады проваливайте обратно вайрон бьют уроды что вы забыли на севере вам же нельзя далеко отходить от вашего карлоса а так надо снайпера как-то снять на самом деле мешает гад сейчас ты найдешь путь блин снайперка бы сейчас конечно помогла бы а давайте мы пустим вам кровь и бросим подыхать кто-то все фрики обрадуются вы же этого хотите окончитесь вы все к черту мы с тобой покорились довольно а да где я куда она стреляет объясните мне не знаю я раньше видал торчков которые так себя вели по моему они были под фенциклидином или как там оно еще называется ну да пойдем глянем что там с нашими байками так давайте соберем сейчас максимум просто всего и даже вот эту штуку починим чтобы лом собирать с них если такая будет возможность да слушайте замес классный получился так то мне понравилось а вот как наверх залезть скорее всего где-то здесь можно это сделать да что нибудь может быть у этого снайпера имеется да хорошая нет ну нет и ладно а а вот с пулеметчика наверняка можно будет патрончики снять вот хорошее оружие у дикона но черт возьми все это против орды а вот против упокоителей как раз таки подошло бы что-нибудь другое так максимальное количество патронов да а давайте мы с вами залутаем полицейские машины чтобы не покупать немножко сэкономим денежек машин здесь много полицейских можно пополнить патрончики 47 патронов для автомата это хорошо здесь обычно бывает канистра да канистра есть а там вот полицейская машинка еще одна а не успеем наверное взять ну ладно думаю что эти ублюдки будут соблюдать договор я не знаю слушай то после того что они сделали с бухарем и с лизой которая что один из них сжимал это в руки в чем дело вы что с ними как-то столкнулись вы с бухарем до того как ты украл антибиотики ну я я не знаю но чем бы я не обидел карлоса если он мне теперь попадется я точно сделаю что-нибудь похуже ладно поехали так поедем вдоль проводов на юг к трансформаторам надо их осмотреть ладно показывай дорогу можно тебя спросить может не надо как ты по полку допустим долго рассказывать так нам и ехать долго я служил в десятом горном полку в передовом соединении работали с северным альянсом я не знала что ты был в армии как тебя ты будешь слушать или нет извини ну короче мы наступали на мазари шариф нарвались на засаду нас встретили отряды талибана которые двигались в другую сторону они были на грузовиках на которых стояли модифицированные зенитки за у-23 крупный калибр да очень крупный наш джип взорвался упал с обрыва прямо в реку хари ты представляешь как трудно утонуть в афганистане очень трудно это считая одна сплошная пустыня меня выбросило из машины когда пришел в себя джип лежал на дне вверх колесами я поплыл к нему искать уцелевших вытащил на берег тело и потом еще семь тел к тому времени когда я вытащил тенера моего сержанта меня уже накрыло и когда я вернулся домой не знаю купил байк провел пару лет в разъездах просто перебирался с места на место фэрвелл ты же в этот проект вырос да? да да короче когда я решил здесь осесть я устроился на работу в мастерскую которую заправлял один старикан Джек у него был свой мото клуб и в общем президент так бы его звали лично вручил мне нашивки подожди пухарь про него рассказывал его кажется потом посадили случилась одна неприятная хрень и он взял вину на себя как я понимаю вы тесто дружили? ну вот и все таки один нашелся давай-ка вернемся утром ты прихватишь с собой инструменты и закончим с этим делом днем будет меньше фриков без горячего душа? ладно хочу тебе кое-что показать Рики давай не сегодня ну ты же у нас эксперт по фрикам а я покажу тебе то чего ты не знаешь все равно мы уже сюда приехали ладно вперед можно тебя спросить? господи ну вот опять может не надо ради чего вы продолжаете? что продолжаем? почему вы до сих пор носите цвета? ты и буха вы же не пытаетесь никого завербовать и не отстаиваете территорию? нет пара ребят с которыми я работала на заводе носили цвета по выходным я как-то спросила их об этом и они сказали что это типа как посылахер полиции, правительству и вообще всем властям а против чего бунтуешь ты? против того что осталось мы носим их просто потому что носим чего ты хочешь? не знаю как бухари а я не пытаюсь никому ничего доказать просто цвета часть меня я много дурацких поступков совершил но мотоклуб скажем так это один из немногих эпизодов ок реки что мы здесь делаем? я видел поезда смерти Неро и орды тушь я знаю это другое что за хер смотри я сюда несколько раз приходила днем они сидят в тех старых ангарах а ночью выползает вот так дружно как по звонку а утром уходят назад и что засыпают? и ты не заглянула проверить? ахах нет как-то сунулась ближе чем стоило так за мной погнался целый десяток это же как осиное гнездо ладно пошли отсюда уже темнеет короче на днях я кое-что видел и ты ни за что не поверишь ты хочешь мне рассказать? ну я слушаю погоди да угадай ты видел вертолет Неро так а а ты откуда знаешь? их уже много раз тут видели по всей округе чёрт но тебе какое дело? они не будут нам помогать говорят они стреляют без предупреждения мне дела нет а по ходу какой то есть эй где тебя носило весь день? и тебе тоже привет шизо сказал что вы с диконом куда-то уехали я волновалась эдди я устала ясно? эх зашибись слушай дик спасибо ну когда соберешься чинить трансформатор дай знать я тут рядом ага ну знаешь что на тебя нашло? нет нет это на тебя что нашло да говорю же устала я и все ладно извини я весь день волновалась ты никогда не уезжаешь ничего не сказав ну да и это все? ага ага долгая история да действительно история очень долгая друзья и так много я еще наверное ни в одном ролике не молчал ха 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 еду и думаю когда вообще говорить думаю а надо ли наверное закончу фразой как всегда спасибо что посмотрели видео там и так далее да ну-ка ах ты да ладно тебе не может такого быть не может такого быть просто не может сколько там сколько чуть-чуть осталось я не могу чуть-чуть осталось пару недель назад мы с парнями сожгли гнездо ладно что-нибудь сделаем наверное уже в следующей серии да и будет все хорошо я думаю так смотрите интересно давайте посмотрим давайте посмотрим что мы можем взять ну в стрельбе например что еще вкусного здесь осталось перезарядка стрелкового оружия больше не расходует концентрация по-прежнему непонятно что это и зачем так повышение точности зазубренные точно к арбалету я наверное не вернусь скорее всего ну или вернусь там может когда-нибудь так ради развлекухи усиление начального эффекта от микстуры концентрацию увеличение длительности ее действия полезно но мы ей не пользуемся пока что будем пользоваться возьмем но в принципе здесь я взял все что хотел мне кажется самое вкусное я думаю что можно переходить к прокачке да наверное все же вот этот навык по-хорошему напрашивается да взять но блин вот честно вот не хочу я его брать но я не хочу брать вот этот навык мясник разделывание животных больше мяса ну как-то я не знаю как-то не кажется мне что это надо но что-то надо взять чтобы проходить дальше да я понимаю что вот эта мега полезная штука ну это считай волхак короче практически ну опять же я могу этим и не пользоваться да взять это я возьму а пользоваться могу не пользоваться пускай будет но в любом случае посмотрим как это работает и я вам тоже покажу как это работает ну в смысле сам посмотрю и вам покажу ну что ж друзья я думаю что да и вот целый день потеря на этом мы с вами закончим наше прохождение давайте сохранимся и все да шиза 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 к слову а шиза а он то чем весь день занимался черт Дикон как говорится а тебе не все ли равно да друзья классная была долгая поездка в общем в этой серии у нас был максимум сюжета и это здорово повоевали мы там практически всего ничего но зато сюжета получили внушительную порцию спасибо что посмотрели это видео если вам оно понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал комментарии обязательно пишите советы предложения пожелания увидимся в следующей серии пока пока пока